Служба милосердия регионального отделения российского Красного Креста начала свою деятельность с августа месяца. В ходе работы пришло понимание того, что за некоторыми гражданами нужен постоянный каждодневный уход. Так было решено создать программу, где соседи выступали бы в качестве социального работника. Мы потому что знаем, что когда человек оказывается в беде, у которого нет родственников и постоянное здоровье, он не может за собой ухаживать, кто в первую очередь приходит к нему на помощь? Конечно же соседи. А почему бы здесь этому соседу, который все равно помогает своему соседу, просто по доброте душевной, почему бы за этот труд ему не оплачивать? Вскоре к движению присоединилась Ассоциация территориальных общественных самоуправлений. Согласно подписанному соглашению, пройти обучение в Красном Кресте может любой желающий. Нужно пройти собеседование, предоставить перечень справок и документов. Но и самое главное – хотеть делать добрые дела и помогать. Я исхожу из того, что чтобы заинтересовать людей, нужно самому о чем-то иметь сведения. В связи с этим мы прошел курс молодой бойца. Чтобы с людьми, которым привлекаешь уже для обучения, уже рассказывать, что вот здесь будут вот такие вопросы рассмотрены. Марина Антонова сегодня мало похожа на беспомощного человека. В марте месяце у нее произошел инсульт. Молодая и активная женщина в момент превратилась в беспомощного ребенка. Родных и близких рядом с ней не оказалось. И тогда она обратилась за помощью в Красный Крест. На выручку пришла соседка Люда. Два раза в неделю она навещает свою соседку по двору, помогает по хозяйству и приносит нужные лекарства. Это важно, потому что мы стали черствыми и мы перестали обращать внимание на боль других людей, тех, кто рядом. Поэтому нужно повернуться, нужно вернуть то время, когда человеческие отношения были прежде всего. Несмотря на свой недуг, Марина Анатольевна не собирается сдаваться. Пока левая рука женщины совсем не работает, правая натворит невероятные вещи. По всей квартире расставлены мольберты и висят картины. Рисунок, живопись, барельеф – именно в этом женщина видит свое счастливое будущее. Я хочу сделать выставку, свою выставку картин, картин, барельеф. Сегодня в службе милосердия на попечении находится 7 человек. Еще трое находятся в стадии оформления. Социальных работников в два раза меньше. В Красном Кресте надеются, что неравнодушных граждан в регионе гораздо больше. И как в городе, так и в области обязательно найдется такой сосед, который подаст руку помощи в нужный момент. Кристина Жакот, Данила Сурков. Новости Уленовской правды. Новости Уленовской правды.